Всем привет, это Agents of Vect. Мы сейчас играем на летнем команднике. У нас второй тур. Кто не смотрел первую игру, я сообщаю. А тем, кто смотрел, напоминаю о том, что первый тур я играл против ДГ, команда Hammer of Frost. Я проиграл с треском, недооценив силы оппонента. Это, можно сказать, коса нашла на камень, затупилась и ее победили. Тем не менее, наша команда взяла ничейку и мы выступаем во второй игре против команды Power Rangers. Очень сильная команда со скилловыми игроками, ребята, постоянно. В Питере у нас берут призовые места. Иногда первое, иногда второе, иногда третье. Короче, мало сейчас нам не покажется. Я играю за Дарк Эльдаров. Вы, наверное, уже в курсе, потому что читаете названия роликов. А еще будет круто, если вы не только читаете, но и пишете комментарии к этим роликам. Поэтому там какой-нибудь лайкосик напишите внизу, а я тем временем продолжу. Так вот, Дарк Эльдары. Про свой ростер я рассказывал в предыдущем ролике. Сейчас просто скажу, что это этакий мультитул, где всего помаленьку. Основная ударная сила это рукопашные отряды, дрозар, инкубы. Гротески в качестве полурукопашности, полумяса и основных наших хитпоинтов нашей армии. Сукуба тоже, наверное, ну герои. Дрозар, Сукуба, Архонт. Инкубы. Гротески. Это то, что будет убивать. Минус, конечно, безусловный минус. Это то, что я дерусь только в одну фазу. Я не стреляю, не колдую, я только убиваю в рукопашную. Ну, знаете ли, игра будет быстрее идти, кубиков меньше кидать. Примерно на ту умнее расчет. А против нас Блад Ангелы сегодня. И тоже армия, которая фактически играет в одну фазу. Колдовство там, конечно, есть. Но это не такое колдовство, как, например, у Тысячи Сынов, когда тебе миллиард марталок. Не как у Тиранидов, когда полмиллиарда марталок влетает. Это просто какие-то минорные обмазы, бафчики, может быть, смайтуха на парочку марталок. И все, все. Стрельбы практически нет. Ну, шальная граната залетит. Ну, там какая-то артиллерийский танчик стоит, который используется чисто для того, чтобы врагов заставлять драться последним. Да, у Бладов есть такая стратагемка, когда Вырлвинд тебя обстрелял, ты платишь ЦП и заставляешь этот отряд драться последним на протяжении всего хода. Примерно так. Что нам ожидать от оппонента? Там такая тема, что Блад Ангелы невероятно люты в рукопашном бою. Все, к чему притронется хотя бы один Блад Ангел, просто разлетается в щепки. И мы не ждем, что мы переживем какой-то из их атак. То есть, на что бы ни напал, даже самый последний, самый абсосный юнит Блад Ангела, он нас это уничтожит. Поэтому нам надо очень аккуратно подставлять свои юниты под их чардж и контр-чарджить чем-то другим, что точно выпилит их отряды и умрет на их контр-контр-чардже. Ну вот такая примерно у нас тактика ожидается. Игра в очень серьезный размен. Я оцениваю эту игру как, ну тоже в ничейку, потому что мы будем нещадно уничтожать друг друга. У Блад Ангелов, несмотря на какие-то мощные атакующие способности с защитой очень так себе, очень плохо, поэтому мы тоже будем уничтожать все, к чему притронемся. Ну и будем рубиться, можно сказать, в дурака. Я его, он меня обито, тяни карту. Играем. Второй тур против нас, Николай, его образу, Дулады. Расстановка по четвертям, миссия Conversion. У нас расстановочка такая. Гелионы, Вичи, в реке, еще в реке. Это такой, типа, ну скрин какой-то, да. Шесть гротесков, здесь у нас вся начинка стоит. Совет Архонта в тылу. Здесь еще шесть гротесков и шесть гелионов. В машинах у нас, соответственно. Архонт, пятен кубов, пять в реках. Тут Дрозар, пятен кубов, пять в реках. И Сукуба, пятен кубов, пять в реках. Там в реке трансушные у нас сидят. Если что, ну, это понятно. Блоды пока что у нас расставляются. Ну, я пока расскажу, что у нас там по миссии. Я взял античетверти. Take them alive, убивать персонажей. Просто юнит в рукопашке и скрэмблеры. Ну, вроде на расстановке по четвертям должно сработать. У Блодов, релайн на Сосол. Это просто притронуться к моей диплойке и получить четыре очка. No Prisoners, убивать по количеству ран. И Raise the Banner High. Поднимать флаги, что тоже будет интересно. Тут видим пятерку инфильтраторов. Сангвинарники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, семь, по-моему, да? Мефистон. ДК пятерочка. Здесь еще ДК пятерочка. Дескампани, да? Ассоутники. Красные парни, это тоже ассоутники? Или это один отряд вот здесь вот у нас? Красная, зеленая, это ассоутники. Два отряда ассоутников. Вирлвинд. Здесь тоже у нас и сангвинарники, и дескампани. А вот это парни? Это ветераны. Это ветераны, вангарные ветераны. В резерв ушло четыре сангвинарника. И что? Роляем на первый ход. Бросок на скил. Четыре, один. Удачи. Первый ход на самом здесь деле важен. Почему? Потому что если Блады совершают первый ход, один юнит Дескампани делает скаут мув, буквально практически в девяти дюймах до моей деплойки. Далее он делает свой нормальный мув, там на 12 или 14 дюймов, вы уже не помните, 14 дюймов они под знаменем, бахнет ли их знамя в центре стола, это уже не важно. Ну и чаржит просто на авточерджек, куда захотят. Поэтому моя расстановка сейчас напоминает такой скрин. Я заскринился, я сделал такой забор из врэков, гиллиончики и тому подобное. Также расстановка по четвертям гарантирует, что у меня один отряд гиллионов влетает в одну четверть, другой отряд гиллионов влетает в другую четверть, они там делают скрэмблеры по очереди, ну кто где выживет, да. А уже последнюю ту четверть я сделаю с помощью врэков, ну как-нибудь там через аутфланг заеду. И наша тактика примерно ясна, играем в размен. Сейчас нужно выдвинуться чуть-чуть на точки и смотреть, куда они начнут нападать, перехватывать, контрчарджить и тому подобное. Первый ход. Наш первый ход. Гиллионы выдвинулись отсюда, заявили чарж в этих парней, с реролом не дочарджили. То есть там, ну, тройку по рероли на четверку, а надо хотя бы пятерку или шестерку было выкинуть. Здесь одни в рейке выдвинулись на центр, здесь гиллионы у нас выдвинулись сюда, поставили скрэмблер, заскорили точку в этой четверти. Гротески к ним идут. Совет Архонта немножко так растопырился, больше никто ничего не делал. Вот эти сволочи мне завалили, можно сказать. А по античетвертям раз, два очка получил, и пока все. И два очка за то, что держу точку в нейтральной зоне, это по условиям миссии. Первый ход Бладов было сделано, ну, немного, но хорошо. Эти инфильтраторы отступили отсюда. Сангвинарники пришли вот сюда, убили гиллионов. Гиллионы на самом деле, их тоже били. То есть они всегда дерутся. Первые нанесли пять ран, всего лишь шести гиллионов, да, и все в сейв, во второй сейв. Мефистон, вот у нас где-то здесь стоял, на крыльях сангвиния, аж вот сюда упорхнул. И кого-то, кого он обмазал? Никого не сумел. А, не сумел он у него, обмаз не прошел. Вот здесь парни подняли флаг. Дальше. Отсюда у нас когтисты, ветераны, подошли сюда, почаржили здесь гиллионов, и минус две пачки гиллионов. То есть они атаковали здесь первыми, потом мои гиллионы атаковали вторыми, и там все. А здесь это осолотники прыгнули к врэкам. Две мельты, мимо, пистолеты, не убили ни одного врэка, почаржили, убили только двух врэков. Блоды убили двух врэков, прикиньте. Но врэки и вообще ни одной раны им не нанесли. Таким образом, оппонент заскорил точку в нейтральной зоне и поставил один флаг. Наш второй ход. Помянем гиллионов. Обидно, что они так померли. Вторая пачка не успела свой скремлер поставить. Жалко. Чарджить я хотел инфильтраторов, чтобы проредить их. Да, то есть там, ну, одна бы плюх, одна плюха только, считай, заходит, это уже минус малинчик. Это перспективно. ну, а так они просто, в общем, умерли. Зато, сейчас, сангвинарники подставились, подставились. Нам нужно отправить, наверное, два, знаете ли, два отряда, чтобы их уничтожить. Один отряд, в котором будет, к примеру, Архонт, скажет им драться последним. Второй отряд, их, скажем, инкубы, выпилит. Нужно послать какой-нибудь хороший, такой нормальный, ударный отрядик, например, на центр, чтобы там ветеранов вычистить. И думаю, гротески с этим могут справиться. Правда, гротески затем очень сильно полягут от Death Company. Death Company их будет пробивать не на 4+, а на 2+. То есть, молотки пятой силой по восьмой это на 3+. И потому что тыった Blood Angel, еще плюс 1 будет на 2+. На! Ой! Да! Ну, зато пачка когтистых вангардов или кто они, танк, которые уничтожили моих гелионов, поставивших скремблер, сейчас съедят гротески, гротески там уже стоят, а они с первого хода там стоят, дожидаются. Ну и получится ли этот мой план такой? Выполню ли я его? Или опять что-то пойдет не так, как при игре в прошлой с Гвардией Смерти? Давайте посмотрим, есть только один способ узнать. Наш второй ход. Что у нас было сделано? Из рейдера, который стоял здесь, высадились Архонт и Инкубы, подошли сюда, подчарджили сюда. Вичи тоже подчарджили этот отряд сангвинарников. Во-первых, они убили одного из пистолетов и гранаты. Во-вторых, на Вичах был драться последними, поэтому мне надо было Архонта сюда, чтобы Вичи, ну и Инкубов пришел. Короче, Инкубы оставили одного, Вичи его догрызли, Архонт ничего не делал, просто раздавал последний. Вот в этом рейдере у нас все еще сидит Дрозар, 5 Инкубов и 5 Вреков, а из рейдера, из которого Архонт выпал, там пятерка Вреков осталось, мы их в Аутфанку брали. Дальше, Сукуба, пятерка Вреков, пятерка Инкубов, сюда ушла. Первая пачка гротесков у нас пришла, с реролом дочарджила на центр, отвратительно поадвансили, потом хотели не дочарджить. Убили там парней, там отряд ветеранов, вангардов был, и здесь гротески убили ветеранов, которые нам на этой точке стояли. Освободили раз, два, три точки, мой оппонент держит одну точку, я убил три юнита, три очка за это получил. Ну, как-то так, у оппонента один на начало и еще один за баннер, который он там поднял. Античетвертим у меня на два, только там, там, потому что вот этот отряд, я до него пока не дотянулся. Ход Владов. Что у нас было? Сангвинарники вот из этой руинки подошли вот сюда, и они обстреляли из пистолетов Инкубов, оставили в живых лишь одного сержанта в одной ране. Дальше они почарджили Вичей, Вичей выпилили. А вот здесь вот парнишки, инфильтраторы, решили почарджить Архонта и Инкуба. Архонт, конечно, сжавился и убил всего лишь одного. Нет, двоих он убил, и Инкуб убил всех остальных, поскольку Архонт заставил всех драться последним. Ну, ошибки были сделаны. Так, здесь флаг стоит, получается очко. Обмазались у нас пятерочка Death Company, плюс один на 2хит, реролл 2хит. И напали здесь на гротесков, и за одну отмашку их всех уничтожили. Здесь у нас выпали еще 4 сангвинарника. Они почарджили мне совет Архонта, я перехватывал советом и убил всего лишь одного. В ответ потерял две змеи. Стоим дружим. А больше-то и, собственно говоря, ничего особого не происходило. По-моему, кто-то вот отсюда, вот сюда перепрыгнул. Да, вот здесь вот у нас стоит кто-то. Жрец сангвинарный. Сангвинарный жрец, понял. Все, дальше. Я держу. Раз точку. Два. Врейки здесь все еще стоят, их почему-то рук до них не хватило. Гротеск уничтожен, и во врагах никто не бил. Точку отжали. Раз, два, три точки контролируем, получаем двинаху. Мой оппонент высадился у меня в диплойке, 4 очка за это получила. Халявная Бладовская миссия. Вот еще одна фракция, которая получает практически бесплатные очки. 4 очка за то, что стоишь у меня в диплойке. Круто. Что хочу сказать. Совет Архонта, отличный юнит, меня продолжает радовать. Казалось бы, Бладангел, юнит, который подчарджил, и он не выпилил. То есть они застряли. Я понимаю, что их там всего лишь трое осталось, но все равно они застряли. Это Блады, которые тебя вбундят невероятным количеством атак на 2+. И совет Архонта пока что тащит. Убили, конечно, одну модель. Они, конечно, молодцы, но было бы круче, чтобы они хотя бы две модели убили. Ну, чудес не бывает. Тем не менее, нужно сейчас с этими сангвинарниками как-то справляться. Сильно больших сил выделять на это совершенно не хочется. Нам нужно разгребать центр. Нам нужно разгребать передовые линии там, где стоит мефистончик. И у нас еще один отряд большой сангвинарников просто угрожает моему Архонту. Поэтому силы нужны везде. Нужно сейчас очень много делать важных ударов. Поэтому давайте сейчас соберемся и посмотрим, как я эту задачку решил. Ну и да, следует отметить, что Николай все-таки их досадных ошибок надопускал. Ну, просто кошмар. То есть он слил своих инфильтраторов, просто моему Архонту скормил. Архонту и одному сержанту Клэйвэксу. Эх, да. Ну да ладно. Проехали. Чего уж. Я-то тоже здесь. Таких ошибок наворочу. Вы это смотрите. Наш третий сразу пришел из резерва вот здесь. Потому что, ну, здесь хотел, но сам того не ведая, оппонент все перекрыл. Ну, отлично все спланировал. Не высаживался. Вот из этого рейдера я высадил в рэков. И они здесь поставили скрэмблер. Еще стоят на точке. Шесть раз ангвинарников. Почарджил одним инкубом Клэйвэксом. Он там на первом этаже стоит. Архонтом и дрозаром. И лодкой. Вот. Выпилили. То есть две активации дрозара. И каждый там, короче, по своему куску отпилил. Дальше. Из этого рейдера высыпались инкубы и пошли вот сюда. Вот здесь атаковали ДК, который у меня в гротесков вырезали. Перекинули им ледак, заставили драться последним. Далее. Вот из этого рейдера. Вот он здесь стоял. Высадилась. Суккуба туда ушла. Инкубы туда ушли. И в рейки ушли вот сюда на точку. Дальше. Суккуба у нас пришла вот сюда. Почарджила Мефистона эти два отряда. Мефистона убила. Отступила. Инкубы. Почарджили два отряда ДКшников. Их перехватили и уничтожили. Гротески. Вот они здесь на точке стояли. Они подошли и почарджили здесь ДКшников. У нас минус Мефистон, минус ДК, минус здесь ДК. И там минус сангвинарники. Ну, по 3-дм и лайф это плюс 5 очков. Вот здесь вот у меня что было? Вреков подвинул. Ну, они там тоже на первом этаже. Придвинулись они сюда. Почарджили. Совет Архонта отступил. Снова почарджил. Мы кое-как одного убили. В ответ потеряли всего одну змею. В ФНП просто ну такое свинство же. Ну, скажи, это был бы капец, а не ФНП. Короче, ой, хорошо, что это на турнире, а не в фановой игре. И античетверть только вот здесь одна. Потому что вот здесь стоит герой. И типа все. Ланцами стрелял по танку. В двух лундах его оставил. Отличные ланцы были. Все пока что. У Бладов третий ход. И было следующее. Данте отсюда пришел в это место у центра стола. Прицелился в инкубов, которые стояли здесь. Автомобиль заехал за стену. И на шестерочках обстрелял инкубов. Одного инкуба убил, заставил за ЦП драться последними. Данте причаржился. Данте их убил. И Данте зашел во Вреков. В Вреке ему куснули на одну. Ну, вроде все. На этом краю вроде все. Далее. Деск Кампани получила обмаз на плюс ту хит. Почарджила гротесков. И своими молотками они вбили их в землю. Знамя пришло к нашей Уинке. И почарджила в Реков. Минус один в Рек. В ответ ничего не сделано было. А вот здесь. Сангвинарники. Решили отступить от Совета Архонта. И сюда. Встали на эту точку. Их двое. А Змея одна. Они перескорили точку в моей диплойке. Это что значит? Это плюс четыре победных очка по вторичным условиям миссии. И минус одно победное очко у меня. Так что это гениальный мув был. Ну, в общем-то и все. Сейчас. Мой четвертый. Я контролирую больше, чем мой оппонент. В Реке в центре недвижимы. Как бы контролирую три точки. В данный момент все складывается как будто в мою пользу. Хотя мой оппонент кое-где хитрит. И да. Свою ошибку со сливом, например, интерсессоров. Он отлично исправил. Перехватив точку в моем диплое. Вот эти вот сангвинарники. Да, да. Я обещал Совету Архонта подкрепление. Конечно, они просили подкрепление. Но что им пришло? Им пришли в Реке. Ну, это ведь действительно подкрепление. В Реке могут иногда кого-то поубивать. У них же на ножах минус первое АП. Черт, возьми армор в контент. Конечно, конечно. Так что да. Ну, у них же ядовитые ножи в конце-то концов. У нас же Блейда Артист на шестю. Ну, короче, эти сангвинарники попьют из меня еще кровь. Потому что больше подкреплений нет. Все заняты делом. А юниты я еще теряю. Мне еще нужно убивать Данте где-то. Там-сям убивать знамя. Убивать приставить, ставить скрэмблер. Дел по горло. Извините совет Архонта. Справляйтесь пока что сами. Давайте посмотрим, как они справятся. Я не знаю. Наш четвертый ход закончился. Мы здесь снова почарджили. Рейдеры, да? Рейдер вот здесь вот высунулся. Стреляли по сангвинарнику. И попал. Пробил. Но не в броня. Хорошая, крепка. Здесь промазал. Реролил за черное сердце. Снова промазал. Бичара. А вот этот молодец взорвал автомобиль. Автомобиль именно что взорвался. Себе одна марталка. Сюда одна марталка сангвинарный прист. Дальше. Инкуб на вялом адвансе сюда. В руину на первый этаж, само собой. Архонт на бодром адвансе. Вот немножечко в край стола. В вражескую четверть. Чарджил сюда. В этого приста. Но не до чарджил, само собой. Дрозарыч. Я так посмотрел, что он может сюда встать на это место. И потом подчарджить на девятом чердже приста. Но фиг его. Фиг с ним. Я пошел. Убил Данте. Данте после смерти активировался и уничтожил всех врэков. Потому что врэки, во-первых, обсек. А во-вторых, нужно набивать фунды по нау-призонерс-миссии. Суккуба уничтожила. Дэд Кампани. И на консолидации подошла поближе к вот этому знамени. Знамя убило врэка. Врэке две раны нанесли. Ну что же у нас тут получается? Сангвинарники вот здесь перехватили. Убили одну змею. Плохо попали. Врэка меня чарджить не стал. Ну и тут как бы ни одной раны не нанесли. Ламия даже мортал. Да, она попасть не может просто. Ой, отвратительно. Это боль в моей жопе. Боль в моя дырка, задница. Все. Мой оппонент контролирует одну точку. Четвертый ход блодов. Космодесантники, последователи сангвиния очень тактически отступают. Сангвинарники на свои 12 дюймов отошли вот сюда. Они не получают релент Миса Солд за то, что находят свои диплойки, потому что я нахожусь в выходе диплойки. Дальше. Сангвинарник прист отошел со своей точки вот сюда. Мы будем это называть грамотным тактическим отступлением. Мы не будем это называть бегством, роняя кал. Ни в коем случае, потому что все очень с умом делается. И здесь знамя также отступило из КТХ и перешло сюда, потому что угроза от Сукубы есть. Экзистенциальная, можно сказать. И в начале получил одно очко за флаг, четыре очка за родную точку. Теперь наш ход пятый, последний. Мой оппонент сейчас всеми отступает именно потому, что не хочет, чтобы я набивал персонажей в рукопашку. Это грозит мне большими очками. Ему это грозит большим разрывом от меня. Поэтому, в принципе, да, не питает иллюзий по поводу контроля точек. Меня уже с точек сильно не сбить. Но если я кем-то пойду в подкрепление, да, куда-то я с этих точек сойду, это мне не везде будет полезно. В этой миссии, насколько я помню, если ты стоишь обсек юнитом на точке, то ты ее постоял, ушел и точка все еще твоя. Но это не точно. Я сейчас уже не помню. Посмотрите сами, там миссия про, да тоже не помню. Не важно, не важно. Суть в том, что хорошо убить оставшиеся живые юниты могут только мои герои, либо какие-то инкубы. А им нужно чаржить. А чаржить сейчас стало далеко. И поэтому, скорее всего, многие из этих юнитов доживут до пятого хода и прекрасно будут себя чувствовать на пятом ходу. Может быть, какие-то даже точки у меня подбирают, поскольку мой оппонент ходит вторым, закрывает игру и скорит пятый ход в конце своего хода. Давайте смотреть, что из этого вышло. Удастся ли мне догнать хитрых бланангелов, которые пытаются заманить меня в очковую ловушку? Или не удастся? Наш пятый ход. Что мы сделали? Подкатили сюда рейдеры. Мы стреляли в сангвинарников. Все попали, все пробили. Но пятые сайвы были откинуты и замечательно. Дальше мы почаржили, почаржили. Вот эта зайка нанесла две марталки и две вунды. И почти убила обоих. Почти убила обоих. Но цепей рерол и этот парень в порядке, в одной ранее остается. Ургули на ответных атаках он сдох. Сами не пробили, одного потеряли на ответных атаках. Но пока все. Знамя у нас стояло вот в этом месте. Сукубочка. Отличнейший супер адванс вот сюда. То есть супер адванс очень далекий. И на десятый чарж без всякого рерола сделала, выпилила знамя. Знамя, конечно, перехватила. Но Сукуба выжила в одной ране. Далее. Инкубчик Клейвекс у нас оставшийся. Прибежал оттуда сюда. Рейдер подъехал. Вот здесь вот стоял этот сангленарный приз. И ланцом его просто пристрелили. Не в ХТХ убили, да. А в конце своего хода убили одного героя в ХТХ. Это плюс три очка. Дальше. Ход блодов. Остается последний юнит. Ламия атакует и снова Морталку и добивает последнего сангленарника. В общем-то и все. Нам остается только посчитать количество очков. Мы посчитались. Коля, спасибо тебе за игру. Очень приятно, очень интересно. В общем, что у нас получилось. Кап поубивать Дарк Эльдарская. 9 за античетверти. Просто античетверти в говне. Все скрэмблеры. Да, на пятый ход я поставил скрэмблер. Там из рейдера высадился. Это нормально. 91 у меня. По первичке 45, да. И 55 у блодов. 14 очков за No Prisoners. Потому что я очень много ран принес с собой. И их всех поубивали. 14 очков. Да, баннеры всего три очка. Плохой выбор, да. И Эггл Майднесса Солт. Изнейшая блодовская миссия. К сожалению, всего на 8 очков. Ну, был бы первый ход у блодов. Наверное, было бы получше. А вот такой результат. Это 17-3 в мою пользу. Немножко отыгрался после первого поражения. Ну, победка. Победка такая победка. Это приятно. Что хочу сказать по игре нашей команды в целом. Нашей команде, к сожалению, не хватило всего лишь одного очка до нички. Одного очка, ребята. Понимаете? И мы проиграли. Да, вот наша команда взяла 74. Вражеская команда 86 очков. Если было 85-75, была бы вторая ничейка против не какой-то там команды, а самих Power Rangers. Тем не менее. Нет, ну это было поражение, но оно было супер достойным. Поэтому парням всем мое уважение, так сказать. Я заикнулся о том, что я на допускал ошибок. Я допустил здесь как минимум одну грубейшую ошибку. Я напрочь, черт возьми, позабыл о том, что у меня есть стратагема Agents of Vect. Во-первых, что я мог сделать? Я мог засрать стратагему на Whirlwind, которая заставляет все драться последним. И я мог засрать стратагему на перехват. Перехваты были здесь. Но вот сейчас, после игры я очень сильно сетовал на то, что скорее всего из-за меня команда очко не добрала. Но вот сейчас, пересмотрев все это и прокомментировав этот батл-репорт, я, если честно, не могу сказать, сыграл ли какой-то плодовский перехват большую роль. Потому что сыграл большую роль только тот перехват, когда я на втором или на третьем ходу инкубами подчаржил Death Company и Death Company меня перехватило. Но это был первый раз, когда мой оппонент использовал стратагему на перехват. Это был только самый первый раз. Я бы с этим ничего не смог сделать. Конечно, если бы тот юнит инкубов выжил, но засрал бы эту стратагему, не засрал. Инкубов бы это не спасло. А так, конечно, наличие этих инкубов позволило бы мне еще разрыв увеличить. Это во-первых. Во-вторых, если бы даже я отжал несколько очков, там, не знаю, по первичке, по вторичке, добил бы я пару, добил бы я, допустим, сангринорника. Это одно очко бы мне принесло. Какую-нибудь дополнительную античетверть. Это еще парочка очков. Счет 18-2 вряд ли бы стал от этого слишком тесным. Ну, короче, разрыв у нас был не слишком такой высокий, так, чтобы на одно очко. А верлвинд, который бил меня и заставлял драться последним, это тоже ни разу не стреляло. В принципе, ни разу так, чтобы... Я, конечно, мог бы где-то перехватить, может быть, когда инкубы Данте подчарджили, да, если бы они не били последними, возможно, бы я Данте съел. Но Данте я и так съел. Так что не думаю, что это кардинально повлияло на исход игры. Хотя я очень переживал из-за этого. Но, ладно, совесть я свою успокоил. Огромное спасибо моему оппоненту за игру. Действительно, была интересная игра. Приятно, когда ты хоть как-то побеждаешь хоть кого-то. Даркельдары сильно просели. А миссии у них сейчас далеко не те, что у других армии. У Блодов все в этом плане прекрасно. Но тут что-то пошло у моего оппонента не так. Поскольку я рассчитывал действительно на ничью и тренировочную игру. С ним же я играл этой же армии, против его же армии тренировался. У нас ничейка какая-то была. Но что-то пошло не так. Какие-то были ошибки допущены. Первый ход был не его. Опять-таки, Death Company может сделать Scout Move и подчаржить меня в моей же деплойке на первый ход. Только если ход у Блодов первый. Ход был первый мой. Так что тоже не сложилось. Вот такие базовые неудачки. Они все и зарешали. Ну что ж, мы конечно проиграли. Но следующую игру мы обязательно выиграем. Это будет третий тур. Это будет второй день командного турнира. Ультра потно, ультра душно, очень спортивно. Все как мы любим в Вархаммере. Смотрите, не переключайтесь. Ставьте комментарии. Пишите лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok